Время по контролю секундомеру Проверенную уже спортивную площадку Дворца Спорта Янтарь Мы здесь находимся с знакомыми командами По прошедшему в 2017 году осеннему первенству И сегодня они будут встречаться в формате Кубкова Здесь, конечно, все внимание приковано, наверное, к Татнефти Которая считается одной из самых, так называемых, кубковых команд То спортивный коллектив, который на один день в году или в сезоне Собирается, настраивается и достигает тех успехов Которых не удалось достигнуть в ходе кругового, длительного, многомесячного первенства Но и остальные команды, конечно, тоже в их классе сомневаться не приходится Играет конференция премьер Сильнейшие команды У нас четвертьфинал Команды, которые заняли по итогам первенства, более высокие места Сразу у нас отправились в полуфинал И там будут ожидать своих соперников Первый фол И нету в составе Татнефти сейчас Перязева, который штрафные даже с такой точки выполняет очень здорово Спецсвязь Очень непросто сейчас команде выйти За середину поля, но это удалось сделать и Холодков со стрейшего угла Пробил вратаря Настолько был сильный удар, что не было никакой возможности с ним справиться Как раз сегодня в официальном твиттере испанской Ла Лиги был опубликован гол Ивана Самарана в ворота Депортива Ну вот что-то похожее было Правда, Самарана так плотно защитник не держал, как Холодкова сейчас Давно мы не видели его на наших турнирах Но вот сегодня приехал и уже успел отметиться забитым мячом И еще один момент сейчас опасный был у спецсвязи Топнефть Как говорит Верник, ошарашенно таким началом Но я думаю, что это временное явление Удастся ребятам восстановиться и снова почувствовать игру Горилов Не стал ничего особо выдумывать Ближнему отдал мяч спецсвязи, очень дорожит снарядом Снова Холодков, Мельников играет против него Но кажется, что должен с Холодковым сражаться кто-то более габаритный И опять-таки нельзя не отметить отсутствие Перязи Он бы сейчас помог Впрочем, Щукин же есть в составе Татнефти Не Щукин, Полупанов Щукина сейчас пока тоже не видим И здесь Мельников на подборе вышепомянутый оказался Главой Татнефти Генитулин был только что с мячом Тоже не частый гость на наших турнирах Казался совершенно пустым сейчас ближний к нам фланг Никто тут не стремится что все скопились в центре игроки. Фолл против Мельникова. Не самые грубые, но все-таки было нарушение. Третье нарушение правил уже у спецсвязи. Такая насыщенная игра сейчас идет, что даже не хочется отвлекаться на статистику и прошлые выступления команд. Все внимание к тому, что конкретно сейчас происходит на поле. Потерян мяч. Мельников отлично оброшел двух защитников. Дар слет и не не ту лет. Все меньше времени остается до конца первого тайма и Холодков бьет головой выше ворот. Холодкова снова недостаточно плотно держали. Острый удар. Неожиданный для голкипера. И 2-0 уже счет. Можно разыгрывать мяч. Штейдерман. Мяч отобран. Мельников снова неплохо показывает себя в отборе. На поле появился Грановский. Точнее не он, а Коробов в майке с его фамилией. Так что здесь можно сказать, что двойная сила и Грановского и нового игрока от нефти Коробова. Очередной опасный момент около ворот спецсвязи. Нефтяники достаточно моментов создают, но реализация пока заметно ниже, чем у спецсвязи. Глариный, октябрь. Два, звати, отказывайся. Не поли, не поли. Не поли, не поли. Не поли, не поли. Не поли, ты не поли. Вот мне на tout. Ох, вон, 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 вон какой. Законтайся. Води проиграть, правая нога. Правая нога, понял. Один сним. Один ушел. где-то около минуты остается до свистка на перерыв мельников здесь бить сразу было невозможно вот так только после смещения погорело видел снова тащит мяч по центру штейдерман его прострел но штрафной только защитники спецсвязи и нарушение это от нефти так рискованно замешкались сейчас нефтяники в центре поля могли мяч потереть но звучит свисток на перерыв при счете 2-0 в пользу спецсвязи команды начинают второй тайм 3-1 у нас по нарушениям правил здесь тоже преимущество у спецсвязи преимущество скорее с знаком минус шестой и последующие фолы у нас оказываются 10 метровым штрафным ударом так что спецсвязи нужно быть поаккуратнее не так много осталось спецсвязи до опасной черты очень интенсивное начало игроки спецсвязи габаритней игроков тат нефти но зато у нефтяников преимущество в скорости в мобильности может быть физических кондициях спецсвязи первый на мяче вратарь а хладко выбивает мяч ну вот только таким образом больный снаряд пересекает центр поля и отправляется на половину от нефти но счет устраивает спецсвязь им некуда торопиться и два своих мяча они забили на контратаках поэтому наверняка продолжить действовать таким образом «Миш» 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 «Насадная потеря мяча» «Миш» «Сколько мяч» «Миш» «Не стал двенадцатый номер наносить удар пытался еще улучшить позицию для своего партнера Холодкова �it Горелов очень здорово сыграл. Внимание, на табло отражается корректное время. Как-то совсем звука нету. Твой тихий, да, очень. Надо поднять. Монсик, надо включить. Мельников до мяча, нет, не дотягивает. Аут будет, спецсвязь. Ну, может быть, оно и к лучшему. Хлопков был близок к тому, чтобы хитрик оформить. И снова два нападающих спецсвязи. Вроде, потому защитник остается. Здесь, ну, уже была полная уверенность в том, что мяч в сетку летит. С такой обычно наказывают. Либо соперники, либо свои же у раздевалки. Сначала соперники, потом соперники. Расбирай, разбирай. Лев, у тебя лев. Угловой его мяча неожиданно Хлотков. Я просто давно не видел спецсвязь с Хлотковым, но, наверное, было бы логичнее ему находиться где-то, ну, в поле. Настягивать на себя пару игроков соперника. Сам пробил Хлотков во вратаря. Может пойти контратака вот от нефти? Нет, не пойдет. Не стесняется спецсвязь отходить назад. Это такие шаги назад только для разбега. Да, отложенный фолл будет зафиксирован. Это будет второе нарушение для датнефти. И тайм-аут берет команда. Сиди, прикинь, окупы. Жилет, вы знаете, желтый. Ладно. Нет, нет. На паркете оказался игрок-то от нефти. Ну, там никакого нарушения не было со стороны игрока спецсвязи, потому что он сам в этот момент падал от другого игрока-то от нефти. И пятый полевой на стороне нефтяников. Мельников сейчас специальные желтые манишки. Ворота пустые. Удар от ворот. Три минуты еще играть. Ну, здесь можно и два, и больше мячей забить. Ребят, трех. Слава, убивай, трех. Слава, убивай, трех. Сиди, скобой. Конечно. Они, почему не последние? Бей, не, а потом первым на месте начинает. Давай, давай, давай. Чуть-чуть еще. Систитует. Слава, уже тенка. Слава, дикстенка. Слава, тенка. Вот это пас. Гениальнейший. Выход один на один получался у игрока спецсвязи. Но такой отличной передачей не воспользовался он. Снова не удается забить. И снова ворота пустые. В них отправляется мяч. Три ноль. И Погорелов записывает на свой счет голевую передачу. Ну что ж, видимо, после первого же матча наш кубок останется без самой кубковой команды. Дальше пойдет спецсвязь. Спецсвязь отправится в полуфинал. Ну и там будет встречаться с командой Газпром Энерго Холдинг. А в следующем четвертьфинале у нас встретится банк ВТБ и московский банк Сбербанка России. Ту теперь штанга помогает спецсвязи. Конечно, вот от Невки сейчас задача размочить счет. Но вместо этого они пропускают четвертый гол в свои ворота. Погорелов. Мим бьет. Погорелов. Мим бьет. Отложенный фолл, спецсвязь, и четвертое нарушение. 30 чистых секунд до финального свистка. Погорело, сложил ноги вовремя. Все. Звучит финальный свисток. 4-0. Убедительнейшая победа Спецэзи. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.